Особое мнение на 101FM Корректор А.Кулакова Это вопрос о безопасности Каких действий властей можно ожидать в ближайшее время В связи с тем, что произошло К чему нам готовиться К сожалению На нашей с тобой жизни Это уже далеко не первый теракт Очень на самом деле Я присоединяюсь ко всем соболезнованиям Которые звучали Потому что это кошмарное преступление Ужасное преступление Но мы всегда на них реагируем после Вот оно произошло Сейчас будут вводиться какие-то ужесточающие меры И все прочее Но они уже будут немножко бесполезны Потому что все уже произошло И следующего ждать сейчас Вряд ли То есть те люди, которые это организуют Они тоже это понимают Поэтому я думаю Да, безусловно Будет очень много принято мер Связанных с ограничением движения Особенно приезжих из других стран в России К сожалению Это будет новая волна Вот такой Как бы анти-иммиграционного Такого настроения у людей Что будут все с опаской смотреть на всех бородатых Да? Как собственно и бывало Хотя Но раньше это был Северный Кавказ В основном Сейчас это получается Средняя Азия Но судя по всему Раз это Собственно униформа Одна и та же То есть это усы борода Мужчина Не славянской национальности Вот к сожалению Вот это снова появится Увы Это будут опять же бесполезные меры Потому что Как бы все уже произошло Все уже произошло А упреждающих мер Вот которые Могли бы не допустить этого По каким-то причинам Мне неведомо Но я думаю Следствие разберется Почему так произошло Почему в таком месте Людном Во время концерта Огромного И Меры безопасности Были минимальны Судя по всему Вот из того Что мы знаем Вот в этом конечно Надо разбираться То есть В любом случае Любое массовое мероприятие Должно сопровождаться Ну Охраной определенной людей Чтобы люди спокойно Могли там быть Находиться То есть Не чувствовать этого опасения Мне кажется Может быть Мы несколько Расслабились За последние Не знаю 15-20 лет С момента Крупного теракта Крупного теракта У нас прошло Ровно 20 лет Если мы Берем во внимание Беслан Беслан да Вот Я помню Как мы жили Там в те годы После Когда были Дополнительные Какие-то меры Безопасности На объектах транспорта В каких-то Действительно Крупных местах Где массовое Скопление людей В тех же там Москве Петербурге В метро Железная дорога Аэропорты Все что угодно Что будет сейчас С точки зрения Там вложений Каких-то государственных В безопасность Ждать ли нам Что Федеральный центр Примет Какую-то Комплексную программу Дополнительной Безопасности Там С точки зрения Видеокамер Появляющихся На улицах Городов Еще чего-то Я думаю Что более плотно Завешивать видеокамерами Как завешана Сейчас Москва Это просто невозможно Но видеокамеры Они опять же Фиксируют То что происходит Они не фиксируют То что готовится Там За стенами Условно говоря То есть Видеокамеры Помогают Расследовать То что произошло Но не предотвратить К сожалению Поэтому я не знаю Конечно наверняка Это Но самое простое Что приходит Думаю Это все Можно сделать Но в чем ты права Мы конечно Расслабились Мы конечно Расслабились Особенно вот На фоне того Что происходит Я имею ввиду СВО То есть там Определенные Успехи наших войск Уберет что-то еще Мы такие все довольны Мы победили И враг бежит А в это время Вот как бы Внутри страны Оказывается Мы очень уязвимы И это страшно Я так считаю Ну и Вы уже сказали Про это Да Что возможно Будет Некий всплеск Антимигрантских настроений Я видела в интернете Вчера И позавчера Уже Ситуации были Когда например Люди отказывались Ехать с таксистами Определенной национальности Были эти скриншоты Да Что спрашивают Кто вы по национальности Мы видели Нам сказали Что задержанные Это граждане Таджикистана Понятно Что это ожидаемо Это психологически Объяснимо Но Национальная политика Межнациональная политика Которая там Внутри государства Ведется Можем ли мы Ожидать Какого-то усиления По По линии Скажем Гашения негатива По отношению К тем Кто не виноват Ну во-первых Я хотел бы Напомнить Великую фразу Владимира Владимировича Путина Сказанную еще 20 лет назад О том Что террористы Национальности Не имеют То есть Вот говорить Что это Люди Вот такой-то национальности В этом виноваты Это совершенно неправильный Терроризм Это вне Национальное явление То есть По большому счету Нанять можно людей Хоть монголов Хоть там уйгуров Я не знаю Кого То есть Это не значит Что у нас вдруг Уйгуры стали Нашими врагами То есть Надо подходить К этому Взвешенно Именно с точки зрения Вот Россия Без мигрантов Сейчас Вот мы же знаем Ситуацию на рынке труда В том числе Да Да Но кадровый голод Большой Кадровый голод У нас там В Кировской области На 4 На 4 свободных человек 20 вакансий Да И вот как бы Вот остальные 16 вакансий Причем И самых высокооплачиваем Да Да Именно в том-то и дело Что едут к нам Соответственно люди Которые не претендуют На высокооплачиваемую Качественную работу То есть вот Тех людей Которых нам показали Вот после этого теракта Да Ну это видно Что это люди Ну совершенно стопудово Без высшего образования Да То есть они в Россию Приехали Ну поденщиками какими-то Может быть где-то на стройке Может быть где-то еще Другие к нам К сожалению не едут Другие предпочитают Ехать в другие страны Увы Да и русские Само знаешь тоже Не прочь Укатить куда-нибудь В Канаду Потому что там больше платят Поэтому это Без этого нам не прожить То есть миграция Она все равно будет У нас нет другого Мы не закроем границы Мы не сможем закрыть границы Потому что у нас кадровый голод То есть с этими людьми нам придется жить Внутри одной страны И как-то взаимодействовать Мы с этими людьми 70 лет жили в рамках одной страны Мы на самом деле жили с ними В рамках одной страны Я прекрасно помню свою службу в армии Там шестилетнюю Да когда вокруг меня была Тьма таджиков Узбеков Там армян И так далее То есть мы жили все в одной стране Мы местнациональное государство Нельзя забывать о том Что люди Проживавшие в Советском Союзе Насколько я понимаю Имеют какое-то преимущественное право В том числе по получению российского гражданства И они могут быть и гражданами страны Хоть и выглядеть может быть не так Вот А с другой стороны Когда была первая версия Эта теракция Что это славяне Там приклеили бороды и усы Вот на самом деле Славяне тоже могут приклеить бороды и усы Все понятно Вопрос межнациональной политики Все-таки будет ли в это Тоже вкладываться государство С точки зрения Там Не знаю Объяснение Вот этих вещей О которых вы сейчас говорите На самом деле мне кажется Что мы очень мало вкладываемся Вот в межнац Особенно в части Вот межконфессиональных отношений То есть как бы Вот эта формула взята Что там Православие и народность Да вот как бы Но не надо забывать Что у нас порядка уже Наверное процентов Десяти населения Это люди исповедующие Другую религию И эта религия Тоже всемирная Она тоже известная И она как бы По идее нашему христианству Не сильно и противоречит Но у нас к ним отношение Изначально вот такое Ну вот слушай Вот я еду по улице Ленина У нас остановка Собор Там не помню кого Хотя Вообще-то мечеть Почему остановка Не мечеть Я не понимаю Мечеть вот А собор там В трех кварталах От этого Это тоже показатель того Как мы относимся К межнациональным отношениям Я прожил 8 лет Мусульманской семье Я офигенно испытываю Уважение к этим людям Да Вот Но я опять же знаю Что они тоже чувствуют себя Как бы немножко гостями На этом празднике То есть они неполноценны С точки зрения И вот Ну вот Они себя так ощущают Немного Что мы не совсем полноценны На этом празднике жизни Вот И этот вопрос Который нужно решать Я уж не знаю как Вы помните эту историю С Домом Дружбы Народов В нашем В нашем городе Он вроде как формально есть Но Насколько я понимаю Никаких Особо заточенных На Дружбу Международными мероприятий Там не проводят Это все Насколько я понял Уходит в такие вещи Узнаешь Ну там Презентация Какой-нибудь культуры Презентация Какой-нибудь кухни Это Очень внешние вещи Они не сущностные То есть То есть Вот Какой-то работы Планомерной По Как это сказать По созданию Вот именно Единого Ну как у нас Создавали Единую общность Людей По имени Советский народ Да Вот сейчас По идее Пришло время Создавать Некую российскую нацию И вот работы По созданию Эти нации Вот как таковой Работы Черновой В поле Я не вижу Я вижу определенные Там Праздники Да Какое-то культурное Вижу какие-то даты Что-то еще Но это все Это то что Легче всего сделать А вот Именно вот такой Идеологическая Как бы Очень серьезная работа Она очень нужна Вот согласись Да Потому что Ну Они будут пребывать Из Средней Азии Приезжать Приезжать И приезжать С Кавказа Со Средней Азии Я думаю Из других Каких-то Южных регионов И надо уметь С ними жить И работать А у нас Этого пока нет Будет ли государство Уделять этому внимание Боюсь Что это будет Снова формально Ну то есть Мы выделим На Дом Дружбы Народов Еще сколько-то денег Они проведут Сколько-то мероприятий Отчитаются Скажут Вот мы провели Там Вечер Дружбы Осетинского И русского народа Например Я к примеру Без разницы Все хорошо Все были дружны На этом вечере И вот К сожалению Где-то этим и закончится Это примерно То же самое Что у нас происходит С той же самой Молодежной политикой Когда все сказали Во У нас есть Организация Все нормально Мы ее создали Все хорошо С молодежной политикой А в итоге Когда начинаешь Организация сама по себе Молодежная политика сама по себе Да В том-то и дело Что организация отдельно Молодежь отдельно То же самое К сожалению Происходит здесь И вот что с этим делать Как научить Вот людей Которые за это отвечают Именно Работать Не просто подписать бумажку Там распоряжение Не важно Что Или не идти По самому простому пути Это самый простой путь Что-то запретить Что-то провести Это самый простой путь Он неэффективен А выйти из кабинета И пойти к этим людям Работать с ними Общаться с ними Говорить с ними Я честно говоря Даже не знаю Кто бы это мог делать Ну пока заявлений В эту сторону Понятно Еще не сделано Особо То есть мы понимаем Что Это видимо Будет Спустя какое-то время Происходить Ну безусловно Конечно Следственное Орган Работать Сейчас Иное Совершенно Скажем так Иное направление Важнее Ладно Мы пока В этой В этой В этой теме Сделаем пока паузу О более Отдаленных вещах Скажем так О более отдаленных событиях Начнем говорить Выборы Президентские выборы Которые прошли В нашей стране Около недели назад Чуть больше Чем неделю назад Кажется что было Очень давно После событий Пятницы Вот Результаты известны Уже все подсчитано Владимир Путин Более 87% Набрал Явка в Кировской области Насколько я понимаю 66% С небольшим процентом Это достаточно Высокая явка И это наверное Самая высокая явка На президентских выборах Но судя по тому что По той статистике Которая публиковалась Вот Как вам кажется Все таки Ну мы видели Что большое внимание Уделялось явке Говорилось о том Что надо прийти на участки Создавались Какие-то дополнительные стимулы Для того чтобы прийти До розыгрышей Голосования За объекты благоустройства Люди пришли Вот Гнались за этой явкой Понятно зачем Нужно было показать Что Все вместе Все друг друга поддерживают Результат Ну в общем Понятен Был Скорее всего По выборам Кто займет первое место И была какая-то интрига Насчет второго Третьего И так далее Вы результаты Как оцениваете Ну то есть Кировская область Успешно справилась С выбранной кампанией Здесь Можно подходить С двух сторон То есть Вот как ты правильно Заметил Если сравнивать С предыдущими Данными Статистики Кировской области На выборах президента То безусловно Явка была повышена С другой стороны Если сравнивать Эту цифру Явки С другими регионами То получается Что мы снова Не совсем впереди Планеты всей Да То есть там Ну В России В ПФО В ПФО Насколько я помню Вообще мы за президента Хуже всех проголосовать То есть Как бы здесь Можно относиться К этому по-разному Я считаю Что Прошли успешно Выборы Для Кировской области То есть Каких-то Насколько я понимаю Ни санкций Ни антисанкций Ничего по этому поводу Не будет Но Вот Как Вот почему я заговорил Про молодежную политику Условно говоря Потому что еще Как только началась Вот эта штучка И администрация президента Условно говоря Озвучила Определенные плановые цифры По Явке А Явка почему Очень важна Явка это единственное Что может обеспечить Правительство Кировской области Голосование Процент они обеспечить Не могут Мы зашли в кабинку Голосуем Неизвестно за кого Но То что мы пришли Это то что они могут Это показатель работы Власти Это показатель работы Власти с жителями Да И вот Здесь Отчасти Типа того же голосования Типа там чего-то еще Там область с Бирком Объявила там премию За лучшую фотку С фотой Сделай селфи У избирательного участка Там получишь 6 тысяч рублей То есть за счет этого Часть людей удалось привлечь Которые ну Просто из лени Обычно не ходили А здесь подумали А почему мне это вдруг Вот Но Я изначально Вот тогда еще Как только эта речь пошла Я сказал Кировская область Не покажет высокой явки Потому что в Кировской области Не задействована молодежь Молодежь Не пришла снова на выборы 66 процентов Представь Сколько у нас бюджетников Сколько у нас работников Оборонных предприятий Сколько у нас пенсионеров Вот они Все пришли Мы получили 66 процентов Все остальное Поляна Увы Снова осталось Неохваченной Потому что Вот как мы говорили Про мигрантов С ними никто не работает То же самое У нас в молодежной политике Молодежь к выборам Отнеслась Индиферентно Я просто знаю Потому что Я с ними очень много общаюсь В части Вот и журналистки В том числе И люди даже Которые как бы Общественно активны То есть в каких-то сферах Там экологической Урбанистической Они просто проигнорировали Эти выборы Потому что Не С ними вообще А с ними вообще Никто не говорил об этом Я Честно скажу Мое вот личное мнение Может быть Не стоило гоняться За явкой так сильно Ну то есть Пришли люди Сделали выбор Проголосовали Инцидентов Каких-то громких Проблемных Не было Это же хорошо Конечно Это хорошо Вопрос в том Что будет сейчас Ну то есть Вот мы видим явку Достаточно высокую Для нашей области Мы понимаем Мы тоже с вами Наблюдаем Не первые выборы Что обычно Там федеральные выборы То есть у нас Чем выше уровень выборов Тем выше явка Обычно То есть на президентских выборах Она высокая На выборах В Государственную Думу Она обычно бывает Чуть пониже Значительно На выборах регионального уровня Губернатор законодательного собрания Она тоже там Ну достаточно высокая Уровень явки На местных каких-то выборах На муниципальных выборах Там 20-20 процентов Дай бог Это вообще Очень Ну показательно Мне кажется Почему Люди не приходят На те выборы Которые Ну Избранные На которых люди Скажем так Определяют их дальнейшую жизнь По идее Они должны Определять их дальнейшую жизнь Но все прекрасно понимают Что у нас есть вертикаль Власти Так И определяется человек Который сидит вверху Этой вертикали Так Следующие Те кто еще там рядышком Где-то и все А те кто сидят В сельском поселении Они уже ничего не определяют И какая разница Кто будет Если он полностью зависит От дотации Из той же области Вот в этой области Мы проголосуем Своего депутата ВЗС Мы как-нибудь это Продвинем А кто будет здесь Уже не важно Он все равно будет работать В жестких рамках Которые у него есть Боюсь что именно поэтому То есть вот эта вертикаль У нас немножко Эта пирамида у нас Немножко перевернута И вот те люди Которые по идее Должны Определять нашу жизнь В ближайшее время Да Вот если мы в городе живем То это вот Депутаты городской думы Председатель думы Глава администрации города Вот эти люди Которые определяют На самом деле Мы когда смотрим Мы видим Что все Все что они делают Все зависит Собственно говоря Вот этого здания Которое я за нами Которое некоторые называют Северный дом Я его так же называю То есть по большому счету Рулит Региональная администрация Соответственно Региональная администрация Региональная администрация Рулит В рамках того Что ей спускает Москва Это и финансы В том числе И основные направления Действия Поэтому соответственно Выборы президента Это главные выборы Получаются Это на самом деле Главные выборы Да Ну Это человек Который определяет Будущее всей страны И нас в том числе А все остальное Уже интерес Потихонечку теряется А на В выборах Уровня поселковых Каких-то вот таких Там его просто нет Там Не помню Где это у нас было По-моему лет 6 назад Когда человек там Заявился на выборы Проголосовал за себя И победил Вот уровень явки Там же нет Ограничений по явке То есть пришел один человек Гипертрофированная Какая-то Картина получается Ну Должно-то ведь Быть по-другому Должно быть по-другому Но вот в силу того Что вот наши законы О публичной власти Они все меньше и меньше Оставляют самодеятельные Поле для самодеятельных Муниципальных органов Все меньше и меньше Да То есть Они встраивают муниципалитеты В общую вертикаль В единую вертикаль Что на мой взгляд Не совсем правильно Все-таки это совсем другие задачи Это уже Не политическая власть Хозяйственная Это уже хозяйственная деятельность Но тем не менее Мы имеем то, что имеем Поэтому интерес к этим выборам Теряется Ну и как мы уже говорили Сама понимаешь Что когда выборы президента То от этого зависит Многое для области Как область проголосует Поэтому очень активно Работало правительство Наш вице-губернатор Андрей Николаевич Бедный Лучинин Да, Лучинин Он просто Я не знаю Я его видел Мне даже жалко было У него на лице Не было места для лица То есть он до такой степени Был влечен Усталый Но они эту свою работу сделали То есть явку они повысили То, что было прежде То есть все зачислось Процент за президента хороший Процент был бы в любом случае хороший То есть дело тут даже Ну у них своя функция Они должны были обеспечить явку Они обеспечили Поэтому я считаю Что область отработала хорошо Как бы мы к этому ни относились Понятно, что первое место Оно было бесспорно Ну и меня приятно удивило, конечно Что в результате борьбы За второе и третье места Как бы все-таки вот И новые люди хорошо В Кировской области выступили Это было мне приятно Более 40 тысяч, по-моему, да Голосов за Дованкова у нас Да, при том, что человек Совершенно не раскрученный В нашем регионе, да И вот И новые люди партия Но она везде новая Как бы название у него такое Но то, что вот Мы еще спорили перед выборами Помню И я сказал, что 6% Дованков получит Мне сказали, что с ума сошел А он Молодец Оправдал ваши ожидания Оправдал мои ожидания Ну и как бы сэкономил И немножко денег Будет ли Николай сейчас Какие-то, ну не знаю Ну скажем так Вот это второе место Оно новым людям дает Какую-то там, не знаю Перспективу на будущее Как политической силе Ну, во-первых Перспективы у новых людей есть Они есть Потому что этот фланг Сейчас совершенно пустой Вот И поэтому перспективы у них есть И я думаю, что вот это их участие Все-таки то, что они участвовали В выборах президента И уж не совсем там Извините Не самые последние Не самые последние И поставили человека Все-таки тоже не самого последнего Не просто так, абы как, знаешь Чтобы поучаствовать И поработали Я думаю, что их перспективы в принципе есть Я думаю, сейчас вот за это время До следующего У нас в 26-м будет следующий большой выбор, да? В 26-м за это время Я думаю, что Произойдут какие-то на этом фланге правом Изменения Какие-то партии пропадут Будут съедены новыми людьми потихонечку Я надеюсь Они укрепятся И вполне достойно уже представят Вот это вот Часть этого спектра политического Которая у нас просто пуста А остальные политические силы? ЛДПР? У меня очень Я хорошо отношусь ко всем ребятам Которые там работают Но у меня такое ощущение Что с кончиной Владимира Вольфовича Жириновского Да, Владимира Вольфовича Жириновского Как бы у этой партии Перспективы пропадают постепенно Им надо что-то с этим делать Пока я не понял Коммунисты? Коммунисты Это вообще И история интересная То есть это партия пенсионеров Или нет? Это партия людей Которые Ну вот да Моего может быть возраста Или чуть старше У которых еще остались Светлые воспоминания О Советском Союзе Дело в том Что сейчас как таковой Базы электоральной У коммунистов нет Потому что вот Произошло размытие Помнишь мы говорили Что это партия рабочего класса Сейчас рабочий класс Это не тот рабочий класс Который был сто лет назад При Ленине Это вполне себе Состоятельные люди У многих из них Там счета в банках Там акции Участие в предприятии Плюс социальная политика Предприятия такова Что эти люди живут в достатке У них есть собственность Пролетариату было нечего терять Кроме своих цепей Сейчас у пролетария Есть квартира Есть машина Есть гараж Есть дача Ему есть что терять Это уже не тот пролетариат И вот эти левые идеи Сейчас потеряли Актуальность Базу потеряли просто То есть надо что-то с этим делать И это проблема не только в России Во всем мире С левым движением Такая проблема Потому что За счет вот такого Интересного развития Капиталистического общества Рабочий класс как таковой Вот как Ну знаешь На самом деле вышли мы все из народа Да Вот этого сейчас нет Поэтому у них нет базы А вот та база Которая осталась Она к сожалению Стареет Ну и умирает Понятно Хотела вас еще спросить По поводу цифр Вот этой вот И явки И процента Скажем так За лидеров Да Лидеров выборной гонки Ну на президентских выборах Это Владимир Путин На партийных выборах Это обычно бывает Единая Россия Вот этот высокий процент Который был показан За Путин Высокий процент явки Обязывает ли Кировской области К чему-то в дальнейшем То есть будем ли мы Видеть рост Процентов Там голосующих И приходящих на участки На других выборах Я думаю Что это никаким образом Не скажется На другие выборы Мы об этом как раз говорили Не связаны Не связаны Да То есть будут в 26-м году Новая компания Там у нас Госдума По-моему Да В 26-м Госдума И наверное ОЗС Обычно вместе Обычно они вместе проходят И я думаю Что там будет такая же Примерная явка Там порядка 35 процентов Ну и Ничего не изменится Потому что Доверие национальным лидерам Это одна история А здесь у нас В своей разборке Другая история Понятно Говорят Поэтому нет Это никак не скажется А что касательно Развития Кировской области Во-первых то что Наше правительство Условно говоря Ну вот за счет Своей активной работы Добилось Роста явки Заметного роста явки Против прежних выборов И показало Ну хоть и не самые высокие Там поддержки Но 80 процентов С копеечками Показали за Путина То есть как бы Область С точки зрения Федеральной власти В изгои не попала То есть таким образом Я думаю Что вот все планы Которые там у нас Созвучивались Насчет федерального финансирования Насчет каких-то Поддержки Представители движения Там да Томсорфес На лятке Была Регина Погодина Проект Сквозь пальцы В том числе Они рассказывали Про это здание И поводом Для нашей встречи Была Я так понимаю Инициатива Которая исходила И от общественников И от городских властей По составлению списка Тех ценных Городоформировающих объектов Которые в Кирове Еще остались И девушки С большим воодушевлением Рассказывали О проделанной работе Надо понимать Что это волонтерская работа То есть люди там В свободное свое время Сидели в библиотеках Собирали информацию О всех этих наших Там в том числе Заброшенных зданиях Для того Чтобы как можно больше Найти интересных Каких-то исторических фактов Предъявить их властям И сказать Что посмотрите Вот это сносить не надо Про Герцина 30 Регина нам рассказывала Совершенно потрясающую историю Этот особняк Называет его По-разному Либо усадьба Бражниковых По-моему Либо Дом Сейчас я найду Просто в интернете Дом Якимовой Да Ань Пойди спокойно Сейчас Будет рекламу И найдешь спокойно Мы найдем И поговорим Особое мнение На 101FM И мы продолжаем Журналист Николай Голиков У нас в гостях Снос особняка На Герцена 30 Дом Крестьянки Якимовой И усадьба Бражниковых Так его еще называют Пытались его спасти Наши активисты И вроде бы даже получили Какое-то обещание От городских властей О том Что дом Попробуют сохранить И тем не менее На прошлой неделе Мы наблюдали Вот Эти все фотографии И видео В социальных сетях О том Как дом сносят Надо сказать Что там были еще элементы Декоративные Внешнего декора Наличники в том числе Которые О которых Активисты тоже говорили Что они довольно интересны Они уникальные Как я понял Их я так понимаю Тоже не удалось сохранить Потому что даже Не предупредили О готовящемся сносе И мне не очень понятно То есть это Какая-то вот Какой-то рассинхрон То есть не то что там Активисты и власти А условно власти Которые с одной стороны Говорили что Да-да-да-да Давайте попробуем сохранить А с другой стороны Ну без властей же Невозможно снос начать Я так понимаю Все равно Разрешение Надо на это То что говорят Это то что говорят Не более того Сказать можно Все что угодно Вспомни историю С тем же Квату Когда сказали Мы не будем сносить Зеленые насаждения Через неделю Их начали сносить Слово Слово Есть бумага Так И вот судя по тому Как объяснил ситуацию Вячеслав Николаевич Симаков А бумаги-то От активистов и не было Не поступало к ним Никаких бумаг По поводу этого здания Нет бумаги Нет проблемы Вот в чем фишка Понимаешь? Николай подождите Но у нас маленький город Говорить можно Все что угодно Мы все друг друга знаем Мы все друг друга знаем Я понимаю Мобильные телефоны у всех есть Можно позвонить Спросить Предупредить Но нужна бумага Вот есть бумага Остановится операция Написали телегу Она зафиксирована Она пришла Должны принимать Какие-то меры Нет бумаги Все остальные слова И это было миллион раз Я не могу понять Как люди этого не поняли До сих пор У власти свой язык общения Понимаешь? Здесь эмоции Мимо денег Я понимаю конечно Да Но вопрос Это не первая история Такого рода Вопрос В том что Николай Ведь у власти сейчас Ну скажем так Определенный репутационный ущерб Репутационный ущерб Это в данном случае Ни о чем Но смотри Что значит репутационный ущерб Для Вячеслава Николаевича Симакова Что для него это значит Он не избран народом Он назначен Его Для него это Я все понимаю Мне всегда казалось Что Вячеслав Николаевич Человек Для которого мнение Жителей все таки важно Безусловно Я очень с большим уважением Отношусь к Вячеславу Николаевичу Симакову Но Он чиновник У него есть Регламент Регламент По этому регламенту Он действует Если он будет действовать Вне этого регламента Он получит по башке Так ведь Получит Почему Вероятно Снос этого дома Это освобождение территории Под следующие строительства Безусловно Я так понимаю Что там скорее всего Собственники участка есть Конечно Там есть собственники участка Есть люди Которые туда будут складываться И так далее Эти люди Они-то все свои бумаги написали Они все свои бумаги зафиксировали А наши общественники Уже не первый раз Понимаешь Они вот эту часть работы Почему-то оставляют на потом Они выступают на радио Они пишут в соцсетях Они пишут там На каких-то интернет-порталах Очень интересно Красиво Все классно Но вот эту вот Бюрократическую часть работы Они на себя не берут И зря совершенно Я уже миллион раз говорил Ребята Нельзя находиться в стороне Вот так вот быть Ходить Да Там давать тысячу часов времени На какие-то поиски И не сделать Самого главного Что в этой стране делается Написать письмо Челобитную Уважаемый Вячеслав Николаевич Вот и с тем-то С тем-то Просим сделать то-то, то-то На основании того-то и того-то Туда можно включить его слова Что вы сами говорили Хотя это опять же не пришлось Но тем не менее А нет бумаги Человек действует по регламенту А по регламенту Он должен был дом снести Он его снес Мне его жалко Я этот дом помню Я видел его всю свою жизнь Он был там Всегда, когда я ходил По улице Герцена Да Я к нему привык А сейчас я иду А его нет И понимаешь И предъявить Кроме как Себе Может быть Кому-то из нас Стоило тоже в этом Поучаствовать И вот именно Эту часть внести Работать А так получается Макс Копылов Он говорит Даже спонсоров Нашел каких-то На ремонт этого здания Но судя по всему Он нашел их Но документально Никак Не затвердил К сожалению Так И вторая тема Что с остальными Вторая тема Которую я всегда продвигаю Ну вот ребят Ну вот будут выборы В городскую думу Ну давайте перестанем Уже делить себя И власть отделять Идите Избирайтесь И решайте Тогда все будет В ваших руках У вас есть имя У вас есть репутация Вы думаете это реально? Почему нет? Ну вас ведь опять же как Ну ведь в городу Берут только единую Россию Так идите в единую Россию Чем плохо? Идите в единую Россию Избирайтесь в единую Россию Делайте свое дело Ведь это всего лишь климо Партия Вот Единая Россия Ты-то остаешься тем же Если это движение к власти Если это движение к тому Что можно решать Какие-то проблемы То почему его не сделать? А вот так вот Да Выступать в СМИ Топать ногами Это удобная конечно Классная позиция Без похода Без похода в городскую думу Учитывая юбилейный год И все остальное Удастся ли сохранить Издания Которые сейчас в зоне риска Я думаю нет Вот рядом с конторой Где я сейчас работаю То есть там вот на Орловской Три здания огородили Заборщиком Сначала сказали Что там человек вроде будет Одно из этих зданий Имеет статус как раз Городообразующего Ценного градоформирующего объекта Ценного градоформирующего объекта Но никакой охранной грамоты Оно не имеет И судя по всему Оно будет снесено А чем же мы тогда будем Привлекать туристов В наш город Николай? Ну у нас Учитывая что москвичи Например да И жители там Других городов В том числе Ижевска я знаю Да Тех ребят Которые сюда Прицельно возят туристические группы Они говорят Что самое главное Достоинство Кирова сейчас Ну кроме людей Там прекрасных Улыбающихся Вкусной кухни Недорогих Относительно кафе Это сохранение Объектов Вот этих вот Исторических Пусть они В таком полузапущенном состоянии Но они комплексно Сохранены кварталами И это наша ценность И за это надо Цепляться И это надо ремонтировать И к этому надо Привлекать какие-то деньги И в том числе Там власти должны понимать Почему это важно сохранить Анна Ну не забывай о том Что часть этих объектов Реально реконструируется Делается Конечно Нет Я не спорю 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 И не только вот именно Вот зданий там 19 века В том числе и сталинские здания Которые тоже уже стали Частью нашей архитектуры Которая Выделяет нас На фоне многих других городов Более молодых Чем мы например Вот Поэтому эта работа ведется Но все охватить Я так понял Что просто нет денег И поэтому вот решение Власти Да вот стоит дом Он разваливается Он наверное Очень ценный Да мы понимаем Что с точки зрения безопасности Это конечно тоже важно Да То есть у власти есть Письмо от прокуратуры Обеспечить безопасность Самое простое решение Это на самом деле Произвести снос На этом месте Там открыть вторую площадку Или неважно Разбить сквер Не суть Но по крайней мере Проблемы уже не будет Поэтому тут вот эта Такая штука Она двоякая Я прекрасно понимаю людей Я в этом городе На самом деле живу С 61-го года Кочер С 60-го С 60-го года я здесь живу Да то есть я это все Помню Я жил в этих деревянных домах Сам Вот Ну вот Те кто борются Сохранения Они немножко Недооценивают Вот эту часть Такую Бюрократическую Часть процесса То есть в этом надо быть И надо знать законы Надо уметь написать письмо Надо уметь направить Жалобу в прокуратуру Надо уметь Вот очень много Что сделать А эмоции Здесь в данном случае Не работают Давайте еще Про внешний облик Нашего города поговорим В юбилейный год У нас с вами Три минуты Остается до конца эфира Мало Это НТО Ну вот это вот реформа Так в кавычки Ее возьмем Нестационарных Торговых объектов Новые правила Богоустройства Внешние облики Ты про НТО Ты сказала НКО 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 там Слава Богу Да Мы видим Что администрация Вот сообщает Да Из 242 киосков Расположенных На муниципальной земле В порядок Приведены лишь 89 Плюс еще Значит 300 Нестационарных Объектов Которые на Придомовых территориях Там только 21 Из них Внешне Модернизировали До конца Апреля Значит Администрация Города Планирует Вынести Предписание Всем нарушителям В случае Их неисполнения Обращаться В суд Что мы будем Наблюдать Массовый ремонт Нестационарных Торговых объектов Или массовый снос Я думаю Массовый снос Потому что Те суммы Которые нужны Чтобы построить Киоск Соответствующий Изданием Они очень многому Малому бизнесу Просто не по карману Вспомни историю С нашими Газетными киосками Да помнишь Когда просто Почта России Посчитала Что если они Будут действовать Так как им Приписано То они просто Разорятся Большинство Вот таких вот Точек Я сам пользуюсь Теми Которые находятся На придомовой территории Они выглядят Неаппетитно Но там Все можно купить И купить Дешевле Чем в соседнем Большом Гипермаркете И к тому же Еще самому И выбрать можно Даже Поэтому я буду Им пользоваться Пока он стоит Да Но как только Он будет закрыт Я совершенно точно Говорю что там Никто в этом месте Не будет строить Вот этих вот Навороченных киосков Это очень невыгодно Я говорю с людьми Они говорят Мы просто закроемся И все Займемся другим бизнесом Понятно И вот для таких людей Как я Которые не высоко Обеспечены Да И условно Считают каждую копеечку Для меня это будет Большой удар Если город Об этом не думает Ну ради бога Это власть То есть закрыть Они Нет Безусловно Они демонтируют Объекты Потому что Раз уж такой Бзик Я извини По другому не назову Что надо все унифицировать Чтобы все было Как там типа В Европах Господи Они что в Европах Не были Они не были на развалах Этих вот рыбных Мясных В Европах Понимаешь То есть у нас Такое странное понятие Мы вроде как Переселились в Северную Азию Но хотим жить Как в Европах Вот И у нас очень странное Представление Быть в Европах Но раз уж так Они решили По какой-то причине Я полагаю Что все равно Здесь за всем этим Стоят крупные торговые сети Которым не нужны Вот такие мелкие конкуренты Даже вот в таком объеме То есть думаете Будут закрываться Конечно И вместо них Ничего нового не появится Вместо них ничего нового не будет Потому что за такие деньги Строите ларек То есть вы малоформатную торговлю В городе потеряете Мы грохаем ее уже Сейчас мы видим Как мы ее грохаем При том что Если слушать то Что говорят федералы Они как раз говорят За свободу Свободу торговли Открывайте там Ларьки Прямо у торговых центров На самых проходных местах Это говорят в Москве У нас все закрывают наоборот Но это дело длится уже лет 20 у нас И в одну и ту же сторону В другую сторону пока хода нет Все понятно Мы уже потихонечку к этому привыкаем Спасибо большое Николай Голиков журналист Был в нашей студии Сегодня в программе Особое мнение Напоминаю Что все наши эфиры Можно находить на нашем сайте Кировград.ру В нашей группе ВКонтакте В нашем канале В телеграме Кировград Заходите Подписывайтесь До свидания До свидания Особое мнение На 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...